Переезжать с берега на берег по льду стало опасно и все переправы в области закрыли. Напомню, этой зимой в регионе было 8 переправ в Котельническом, Лебяжском, Уржумском и Малмышском районах. Сейчас там выставлены запрещающие знаки. О других новостях в коротком видеообзоре. Больше миллиона рублей выделены из городского бюджета на отлов и прием бродячих животных. Заниматься этим будет Кинологическая ассоциация служебного собаководства, которая выиграла конкурс. Несколько лет подряд без хозяинами кошками и собаками занималось спецавтохозяйство. Новый подрядчик будет не только отлавливать, но и осматривать принятых животных, а также убирать умерших с улиц. С просьбами оказать услугу по отлову бродячих животных кировчане могут обращаться в свои территориальные управления. 91 человек воспользовался услугами авиаперевозчиков между Кировской областью и другими городами Приволжского округа. Самой большой популярностью пользовалось направление Киров-Нижний Новгород. Проект окружных воздушных перевозок стартовал 1 апреля. Билеты на самолеты по нему для пассажиров обходятся в половину стоимости. Из Кирова можно напрямую улететь в 4 города. Уфу, Ижевск, Нижний Новгород и Пермь. Кроме того, трансфером в Оренбург и Казань. Территория, свободная от наркотиков и алкоголя, это дискотека. В одном из клубов города прошла безалкогольная вечеринка для молодежи. Провела ее организация «Новая жизнь», которая несколько лет занимается реабилитацией нарко- и алкозависимых людей. Это уже второе подобное мероприятие, которое проводит организация. Но если на первой вечеринке присутствовали только волонтеры, это стало общегородской. Субтитры создавал DimaTorzok